Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что, можно сказать, что чувствую себя гражданином иностранного государства. Скажите, если это не секрет, какова все-таки цель вашего приезда в Москву? Цель приезда – это празднование Дня независимости Соединенных Штатов, где я приглашен, чтобы участвовать в этом мероприятии, приглашен послом Соединенных Штатов в Советском Союзе. Скажите, будете ли выводить новые структуры управления в сферах политики и экономики в Грузии? Они уже введены. В политической сфере они введены уже полностью. Это новый парламент Грузии, это новое правительство Грузии, пост президента, а местные органы управления – это префектуры у нас. А также местные собрания, которые являются выборными. Это все новые структуры власти. И экономические структуры тоже меняются. Постепенно переходим на приватизацию производства торговой сети. Земля отчасти уже приватизована, передается в частную собственность. Сейчас будут законы о приватизации предприятий. Так что постепенно меняется экономическая структура управления. Большой ли будет аппарат у президента? Да, довольно большой. Довольно большой. Скажите, пожалуйста, какими будут отношения Грузии с Центром после подписания союзного договора? Это в первую очередь зависит от самого Центра. У нас многожелательные отношения. Мы хотим иметь хорошие отношения с Советским Союзом. Мы готовы на сотрудничество, готовы на сохранение многих связей. И добрососедские отношения. Но вот со стороны Центра что-то невидимое, такого благового намерения пока. Скажите, пожалуйста, получили ли развитие контакты ваши с президентом России Борисом Николаевичем Ельцевым, которые у вас были весной с этого года? Честно говоря, после этих контактов парламент России дал немножко негативную реакцию на тот протокол, который мы составили. И многое стало под вопросом. Более того, парламент России добился того, что он, это совершенно беспрецедентный случай и очень удивительно со стороны демократического парламента, парламент России обратился к центру, к Арбачеву, чтобы наказать Грузию военной силой. Даже вот такое имело место. Это прямо очень противоречит демократической политике современной Российской Федерации. Ну, к счастью, это практического осуществления не получило. Хотя вот депутатская группа «Союз» по сей день пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии. И это все затормозило наши отношения с президентом Ельцином. Скажите, каково отношение, ваше отношение к заявлению демократического движения «Реформ», которые подписали Шеварнадзе, Яковлев и Вольский? И какая, на ваш взгляд, роль Шеварнадзе в этом движении? Знаете, я к таким движениям отношусь с очень большой осторожностью. И в первую очередь жду практических последствий их деятельности. И могу судить только сообразно их деятельности. Я сообразно декларациям ничего не могу сказать. Потому что у нас есть случаи, когда прекрасные декларации не подтверждались такими же прекрасными делами. Поэтому я хочу увидеть их тела. И вот потом сообразно их делам я буду судить о них. И вот именно о личности Шеварнадзе то же самое могу сказать. Он делает очень интересные заявления. Это, конечно, все очень интересно. И мы с большим удовлетворением это все воспринимаем. Но мы ждем практических последствий, практические дела Шеварнадзе. И вот всех этих людей, которые соединились вот в эту новую партию, как бы, или дюжень. Вот потом я могу дать окончательное суждение. Скажите, а у вас нет сожаления, что Шеварнадзе не у вас в Грузии и пока не с вами? Может быть, наоборот. Наоборот. Это очень хорошо. Господин президент, какой будет ваша реакция, если Абхазия подпишет договор с Союзом как самостоятельный республик? Видели, для этого очень далеко. Абхазия это не может сделать и не хочет. Это просто фальсифицирует здесь эту информацию. Этого хочет единственный человек. Это Ардинба, председатель Верховного Совета Абхазии. А остальные, даже вот самые, так сказать, его соратники, они очень осторожны. Они знают, что это будет катастрофический клятв, это принесет катастрофические последствия для Абхазии. Они это прекрасно знают. И вот единственный вот этот Ардинба, такой верный ленинец, активист ленинизма, хочет подписаться. Но это только один человек, понимаете? Ему не сочувствует даже абхазское население, а тем более население Абхазии, которое в своем большинстве проголосовало за независимость Грузии при референдуме нашем. И проголосовало за меня как-то за президента, понимаете? Так что у него никакой поддержки там нет. И вряд ли это произойдет. А вот как бы вы прокомментировали ваше высказывание Грузии для грузин? Между прочим, такого высказывания никогда не было. Это, как ни странно, это бытует уже. Это указывает на большую силу аппарата дезинформации центра, который действует. Уже почти три года это приписывают мне. Несмотря на то, что в московской прессе известный журналист Юрий Рост, литературной газете, написал, опроверг это. Опроверг, и поскольку он присутствовал на митингах, где я это опровергал, и эти митинги проходили в участках негрузинского населения Твилиси. А там Юрий Рост присутствовал. И он дал очень сильное опровержение этой клевете. Несмотря на это, это все равно бытует, и вот вас тоже обманули, как видите, понимаете? Потому что это ничего общего не имеет действительности. На самом деле это вырвано из контекста. У нас было, как в нашей программе, Грузия – это страна грузин. Однако представители всех национальностей Грузии обладают равными правами с грузинами. Из этого контекста вырвано, это потом переделали, и вот получили вот такой лозунг, который мы никогда не права слушали. Очередная дезинформация. Некоторые средства массовой информации утверждают, что у вас негативное отношение к оппозиции. Так ли это? Смотри, какой оппозиции. Оппозиции у нас разные. Есть вооруженная оппозиция, которая хочет свергнуть законно избранное народным избранное правительство по подстрекательству из центра. Есть такая вооруженная оппозиция, к ней, конечно, негативная, и мы боремся всячески с этой оппозицией. Это любое государство, любое правительство будет бороться с вооруженной оппозицией, которая хочет его свергнуть. Или, может быть, по-другому будет думать. Так что, а есть мирная оппозиция, мы с ней дискутируем, полемизируем. Вот на президентских выборах у них были свои кандидаты. Они каждый день выступали по телевидению, критиковали меня очень остро. Я тоже их критиковал. К мирной оппозиции мы относимся к мирно, а к агрессивной и вооруженной оппозиции мы относимся строго. Что это удивительно. Скажите, есть ли у вас контакты с Западом и с какими странами и в какой области? Есть почти со всеми странами Европы и Соединенными Штатами, но это пока не на правительственном уровне. Есть культурные контакты, есть обмен делегациям, представителям. Пытаемся открыть представительство в некоторых странах. Так что пока это не на очень высотом уровне. Скажите, пожалуйста, какова реакция Центра на события, происходящие сейчас в Грузии? С самого же начала, как только в Грузии прошли выборы, народ избрал новый парламент и новую власть. С Центра посыпались угрозы. В общем, угрозы даже применения силы. И Центр продолжает вот эту агрессивную политику. Он спровоцировал конфликт в так называемой Юрко-Осетии, который по сей день продолжается. Центр применяет очень строгие экономические репрессии по отношению к Грузии. Позавчера Паулов издал указ военной силой конфисковать все продовольственные резервы Грузии. Военной силой. Понимаете, это прямо объявление войны, можно сказать. В таком духе продолжает Центр препрессировать Грузию за то, что она объявила независимость, и она стала на путь свободного развития. И одновременно разговорствует о демократии и создает еще какие-то демократические движения. И последний вопрос. Как по вашему мнению, насколько объективно освещают союзные средства массовой информации то, что происходит у вас в стране? Вот этот вопрос вытекает из первого, как Центр относится к событиям Грузии, так и относится к средствам массовой информации. Они ведут информационную войну против Грузии. Это настоящая война, то, что они делают. Вот распространение клеветы, всяческих небылиц, дезинформации о Грузии, положение совершенно, рисуется по-иному, фальсифицируются все факты. Вот этим занимается Центральная пресса и средства массовой информации. Они очень сильно влияют также и на западные средства. Потому что, как известно, Вианин и Москвы довольно сильно на западную прессу. И продолжают вот эту информационную войну, которую очень трудно преодолеть нам. Скажите, а как у вас отношения с семьей? Какой? С вашей семьей. Хорошая? Нет, в том смысле, что отдаете, у вас бывает сколько-то времени для семьи? Очень мало, но все-таки бывает. Но вы занимаетесь семьей? Конечно. Благодарю вас за это интервью. Большое вам спасибо. Всех вам благ и успехов. Спасибо. Спасибо.